Фейки, поделки под какие-то модные бренды. Не верьте кураторам, они вас убеждали, что искусства нет. 100% материала показано впервые. Некоторые опасения, чтобы познать все то, что заложили кураторы и художники, вам понадобится часов 10 провести в музее гараж. Но мы надеемся на вашу смелость и надеемся, что выставки идут достаточно долго, и вы будете возвращаться, чтобы узнать, познать, и наша вся образовательная и публичная программа этому будет посвящена. У нас очень важный сезон, и сейчас мы будем как раз узнавать про все те проекты, которые готовились, мне кажется, достаточно долгое время, и нам они кажутся суперважными и интересными. Передаю слово Кате Иноземцевой, сокуратору нашего первого проекта, про который мы будем разговаривать. И который мы открываем сегодня, прохожий дуэт от Ильи Б и выставка «Мы храним наши белые сны» обняется двумя обстоятельствами. Во-первых, это полноценное исследование, которое проводилось различными командами гаража совместно с художниками на протяжении где-то от полутора до трех лет. То есть это действительно результат довольно масштабной исследовательской работы. Выставка объединила художников и не вполне художников, самых различных деятелей, чья художественная активность была непосредственно связана с участием в различных эзотерических, мистических кружках и сообществах, начиная с дореволюционной России, заканчивая, ну, собственно, серединой и концом 60-х годов. На моей памяти за почти уже, кажется, 17 лет активной работы на один из самых сложных монтажей вообще. Я надеюсь, что вы, когда окажетесь в пространстве, вы поймете почему и сможете оценить, насколько легкие, насколько могут быть сложными, легкие, изящные конструкции. Когда вы увидите, зайдете на выставку, вы явно ощутите всем телом три пространственных модуля, такие три пространственные модели, которые мы обозначали во всех лейаутах как храм, архив и музей. И, собственно, в динамике и смене вот этих пространственных моделей живет вся выставка. Здесь есть две основные точки притяжения. Это столицы, российские столицы. Это одна точка притяжения. Центральная Азия, Туркестан. В частности, города Самарканд, Алмата, Ташкент и так далее. Наши белые сны – это статы Андрея Белого. Андрей Белый – смыслообразующая фигура для российского Дорбасовского движения. Он был одним из самых активных в жизни. Он, в первую очередь, человек пишущий, не рисующий, но, как выяснилось в ходе работы над проектом, он человек рисующий. На его примере я хочу сказать, что тут будет вообще много таких персонажей, которые, в общем-то, художниками себя не считали, и художниками стали только через медиацию их такими людьми, как Алексей, я и прочие историки искусства, художественные критики и мураторы. 100% материала показано впервые. Этот материал, в принципе, не очень был приспособлен для экспонирования изначально, поэтому, в общем, тут вы увидите очень разные экспозиционные решения. Выяснили, что без Рудольфа Штайнера идет Адума, то есть центра антропософии, основателя антропософии, нам не обойтись. Мы привезли знаменитые его доски, показанные Василиану Джоанину в египетцарской геннале. Это так называемые доски, на самом деле это в ходе своих лекций. Он делал иллюстрации. Потом исследователь искусства у последователя обрамили, обратили это в произведение. Вот такая вот вещь. Ну, в общем, это классическая генетская философия, соединенная с христианскими учениями. Будут параллельно, попеременно встречаться различные христианские сюжеты, сюжеты из грееческой, артиктической мифологии. Это тайное знание, изотерика. Она и так сокрета. Совет с приходом совков, которые начали, соответственно, выпиливать все, плюс-минус здравое и нато мыслящее интеллигентное население, но столкнулся со второй фиктной сократием. И люди начинают уничтожать свой архив, понимаете? Потому что его просто... И, ну, то есть, вы понимаете, большая часть артефактов этих не сохранилась. До нашей выставки важно, что мы собирали крупицы к крупицам. То есть, и еще вот, собирая крупицы к крупицам, можно сказать, что все эти персонажи взаимосвязаны очень небанальным образом. Есть банальным, есть небанальным. И рассказать именно об этой массовской ложе Санкт-Петербурга, потому что большая часть материалов, которые вы видите, пришла из архива ВЧК, НКВД, КГБ. Вот эта вот очень хорошая, такая с правильной, широкой перспективой съемка была сделана, соответственно, ну, вот нашими дорогими каннибалами из НКВД. Это комната, где Астромов проводил всякие свои обряды по инициации масоны. Это предметы. Оттуда же, не буду их всех дешифровывать, это его ученики рисовали различные аркады. Сеть барса стенда посвящена спиритической фотографии. Спиритическая фотография на сегодняшний день больше всего напоминает иммерсивные квесты. То есть, вы заходите в комнату, кто-то там дергает стол, кто-то поджигает благовоние, и в итоге пух, кто-то делает фотографию, где кто-то выпрыгивает из-за угла, и там типа дуть. Это из известных техник. Есть неизвестные техники, если не раскрыты. Таггетс, движение тела. Ну, та часть, соответственно, сакрального опыта, которая может привести до экстаза. Ну, в общем, я думаю, все смотрели в 90-е годы, но у нас на телевизорах показывали вообще всякие там сообщества, такие полусектантского типа, где люди падали, я не знаю, заходя слюной там, после танца и так далее. Очень важно. Аркаичная древняя практика синхронизации или рассинхронизации тела и духа. Ивритмия это Водольф Шнайдер, это изобретение антропософское. Если очень упрощать, а я, к сожалению, не буду очень упрощать, антропософия – это способ отчасти как жестовый язык, соответственно, ты можешь показывать буквы и спрацевать произведение Иисуса. Стихотворное произведение. Могу рассказывать бесконечно. В общем, это было небольшое сообщество людей, которые разработали неожиданный живописный проект в 20-е годы, соединив русскую икону, иранскую миниатюру и достижение итальянского раннего ренессанса. И у них есть очень определенная такая гомоэротическая нотка, проходящая сквозь все работы. Это вот тоже было вот такое вот закрытое сообщество. Очень важно сказать одну вещь. Вот эта работа «Любовь, дружба, вечность» с Томумина, ну вот я не знаю, у каждой страны, наверное, есть свой символ, самое главное – произведение искусства. Ну просто так получилось, что в России это, скорее всего, черный квадрат, но он интернационально важен, да? Я их не сравниваю, я просто пример дарю. Вот это самая известная работа для всей страны. Это абсолютно гомическая вещь. Сергей Колмыков уехал туда добровольно, потому что он жил в том Санкт-Петербурге, и там ему сказали, что «ну скоро за тобой придут». Он там переехал и разыграл сумасшествие. Или не разыграл сумасшествие, неизвестно, может, он правда был сумасшедшим, но это позволяло ему создавать пейзажи, вот здесь абсолютно более показательные, с летающими тарелками инопланетянами, абсолютно фэнтезийные вещи. Могли быть иллюстрации к Станиславу Лену. Абсолютно гениальный человек. Вот это просто… Алексей, вы видели? Вот посмотрите, это просто что-то невероятное. Он доставал горячей из земли и работал с ним. Передаем микрофон Оксане Поляковой, Даша Бобренко, куратором проекта и художницем Люси Маккензи и Байки Липсковой. Мы были удивлены, как трудно мы нашли, чтобы найти манекен, которые мы любили. И, конечно, как артист, это странно, потому что мы знаем, что в арте манекен это действительно фаворит, что используют артисты в инсталлации. Полное название ателье «Эдинбург-Брюссель» это и фэшн-лейбл, и художественное объединение, основанное художницей Люси Маккензи и дизайнером Беккой Липском в 2007 году. Как фэшн-лейбл они выпускают коллекции, но не регулярно. Это не история, связанная с производством сезонных вещей. Каждая коллекция – это результат исследования. Она возникает либо к определенной выставке, к которой приглашают участвовать Люси и Бекку, либо к одному из их собственных проектов. Всего с момента основания ателье «Эдинбург-Б» случилось 4 коллекции, и здесь многие вещи, представленные на выставке, связаны с последней по времени коллекцией «Джаспера» которая была создана для первой итерации выставки про кожу, показанной в галерее «Серпентайм» осенью 2018 года. Удивительно, что этот оригинальный манекен вообще дожил на наши дни ему уже целый век. Эта инсталляция была создана в 2003 году для венецианских «Виеннадо». Такой духовный сюжет вносит коммерческую историю, связанную с этим рядом сумочек, которые вы видите под дискульптурной группой. Для чего это нужно? В 2003 году, когда эта работа демонстрировалась впервые, рядом с ней сидел темнокожий персонаж, который эти сумочки как бы продавал. Достаточно привычная история для многих из вас, кто любит путешествовать, и на улицах европейских городов встречает уличных торговцев, которые буквально за секунду разворачивают свои товары. Как правило, это фейки, подделки под какие-то модные на тот или иной момент бренды. Вот на этой игре с коммерческими и некоммерческими образами и практиками показа построена основная коллизия, можно сказать, этого произведения. Практически настоящий магазинчик, который функционировал прямо на выставке и выглядел как небольшой бутик в каком-нибудь провинциальном городке, где можно было прямо на выставке примерить вещи из последней коллекции ателье и затем их приобрести. Для оформления витрин были приглашены специальные художники-оформители, с которыми уже долгое время сотрудничают Люси и Бека. Это Говард Тонг и Барбара Келли. И они в течение нескольких дней создали эти занятные инсталляции, которые, каждая из них, имеет некую свою тематику. Например, здесь мы видим сюжет с грозой. У персонажа улетела газета, улетел зонт, и вот газета приземлилась вон там, таким образом прорывая то пространство, которое было отведено, ограничено для этой витрины. Я показывал талий, который был придуман легендарным московским универмагер-клубом в начале, в середине 50-х годов. Таким образом, вот вошел этот рекламный фильм, где его и увидели наши художницы. Здесь еще один забавный артефакт для рассмотрения того, как талийная ткань может выглядеть уже в виде готового платья. Молодые журналы из коллекции видеоролок. Катючески сидящие дамы, полностью одеты в вещи от имени. На фоне такого яркого, интересного ковра, сделанный из материала, похожего на линоле, с помощью трапарета и алиозольной краски, орнамент. Моника Сосновская очень смелый, дерзкий экспериментатор с архитектурной формой. Собственно, она начала исследовать архитектуру модернизма и архитектуру второй половины 20-го века и ее источников в начале 2000-х годов, когда вернулась в Польшу после учебы в Амстердаме. И такое официальное признание, как такой следователь, и художник, работающий с этой темой, она получила в 2007 году, когда представляла Польшу на Венецианской Бинане. То, что делает Моника, в каком разрезе ее интересует архитектура, она любит задавать вопросы. Если архитекторы, они ищут ответы и предлагают какие-то решения, как мы можем выстроить отношения с архитектурой второй половины 20-го века, то Моника задает вопросы. Работа упражнения на конструкцию сгибания, вот как один из ответов, вы буквально видите видео с монтажом. Она является результатом исследовательской поездки Моники в Россию. И, как вы, может быть, уже можете догадаться, вдохновил Монику Сосновскую, инженерный гений Владимира Шухова. То, что вы видите, это буквально такой опыт сгибания сетчатого гиперболоида. Если вы почитаете подробнее о Шуховском гении, вы поймете, что это задача из области инженерной фантастики. Но поскольку музей-гараж и художникам все по плечу, то за неделю вот такого ярого сгибания и более трогательного ручного у нас это получилось. И получилось не только согнуть сетчатых гиперболоид благодаря прекрасной команде прайм-менеджера Анастасии Головановой, но и привезти его в наш атриум. Сама эта конструкция у нас сопротивлялась. Почему? Потому что когда ее собрали сначала, потом сжимали, сгибали, это было очень медленно, это было с помощью ручного нагрева, не только экскаватора, потом, не только чтобы ее сюда привезти, ее нужно было разрезать. Ее разрезали, по-моему, 7-8 частей у нас было. И вы представляете, то, что даже я думала, что, типа, окей, порезали, но все готово, пришли, закрывали вообще, как бы, день-два, и все готово. Но это 7 тонн, да, и это очень сильная, да, это сталь. Соответственно, в стале есть свое то, что изучают архитекторы Сафромат. И когда и сам конструктив гиперболоид, да, который Шухов придумала, это очень крепкая конструкция, которая, как раз, по идее, невозможно не интересна. Она крепкая за счет того, что она вся спаяна вместе. Как только вы ее развязаете, у вас эти балки начинают расходиться. И поэтому, когда везли башни сюда, нарезанные куски, между ними были архитекты железные, для того, чтобы она не расходилась по дороге. Да, то есть это фактически, как, не знаю, собаку надевать на море, да, чтобы у вас животное не могло отбрыть рот. Друзья, до последнего, мы как бы ходили и все друг к другу делали приличный лицо, но мы до последнего не знали вообще, у нас все встанет, соберется или нет. Потому что это много часов работы, людей, которые на специальных страховках, экранах потали по кускам, все это состыковали, потом сваривали. Ради того, чтобы вы могли испытать вот это чудо, да, что у вас здесь, в нашем пространстве, оказалась эта конструкция. И поэтому, например, Моника не дает интервью и не любит комментировать работы, потому что она считает, что дальше каждый, исходя из своего опыта, он чувствует что-то свое. Я все время испытываю все больше и больше любви к кураторам в момент, когда они шутят, говорят и читают стихи. Спасибо, Валентин. Вас все замучили буклетами, обязательно возьмите их. Я честно могу сказать, не люблю читать сам эти буклеты, но вот вчера на ночь читал и был абсолютно вдохновлен, и самое главное, понял глубину своего незнания. Вот второе, не верьте кураторам, они вас убеждали, что искусства нет. Конечно, основной смысл всех этих выставок это про искусство, просто они как окольными путями пытаются поговорить с нами про это через другое, поэтому не верьте им, это, ну, они обманывают вас. Предлагаю вам погрузиться в мир искусства. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok